Грешна 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКНАЯ 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 МУЗЫКА наставников гуру в то время. То есть у него были, может быть, сотни, тысячи последователей. И Господь Читания сказал, ты понимаешь, я просто молодой саньяси, и я не понимаю, что хорошо, что плохо на самом деле. Поэтому я ищу вашего покровительства, я ищу ваши наставления, поэтому будь моим наставником. И то есть в этой непринужденной беседе Сарва Баума, Господь Читания, он ему признался, он ему сказал, что когда он пошел в храм Джаганавки первый раз, и он испытал эти эксцентрические признаки, то местные стражи, как мы говорили, они могут благословить неадекватно ведущего себя человека ударом палки и так далее. Поэтому Господь Читания сказал, что в следующий раз я пойду и буду наблюдать божество из-за колонны называется Города Стамба. То есть в каждом храме Вишны есть такие колонны. То есть на входе храма, да, то есть обычно то есть вот эта фигура, да, то есть Гаруни, да, то есть она оказывает на главное божество, которое мы поклоняемся. То есть если там Гаруни, то мы можем по вот этой колонне узнаем, к кому божеству поклоняется вообще в этом храме, да. То есть и мы знаем, что Гаруда это носитель Господа Вишну, он является чистым предом, да, то есть он находится в всех храмах Вишну, и все великие личности имеют своих носителей. Например, в храме Шивы Шивы обычно тоже есть колонна маленькая, да, то есть такой постамент, и там стоит, так сказать, называется вахани, то есть это транспортное средство, носитель, да. У Шивы какое средство для движения? Зовут Нани, да? Бык Нани, да. У Брама кто? Лебедь. Лебедь, хамса. У Дурги, может кто-то знает. Тигра. Тигра, да. У Ганеша. Мышка. Мышка, да? И, то есть по этому чистому преданному, да, то есть вот этого божества, этого Деваты, то есть мы можем понять, да, то есть кто, кому поклоняется в этом храме. И говорится, что обрестинилось, то есть Деваты, божества, можно благодаря, то есть вот этому вахани, да. И также, то есть, Гаудия Ваишнава обычно поклоняется кому? Вишну. Вишну, да. Иногда, говорится, в конечном итоге, Гаудия Ваишнава поклоняется внутренней энергии, Вишну, да. То есть это энергия наслаждения, хладения шахти. И это божество, лицеперинное, бхакти-деви, оно также имеет свое вахани. Может, кто-то знает, какое средство передвижения у бхакти-деви? Сарху. Сарху. Харий-бог. Да, у бхакти-деви средство передвижения это ваишнава, да. То есть она ездит на ваишнаву. Поэтому, чтобы получить милость бхакти, все хотят получить милость бхакти-деви, правильно? То есть мы должны идти обращаться к ваишнаву. И этот принцип называется принцип ану-гати. То есть принцип следования старшим. Во всех писаниях описывается это секрет успеха, любящий по духовному пути. То есть надо принять ану-гати. Ану это следование, ану-гати это значит высшее назначение. И говорится, что то есть этот принцип, он первостепенен, но он немножко противоречит моделистичному поведению. То есть в интервьюстичном обществе все прибыли достигать своих целей сами. И говорится, что духовный путь, он чрезвычайно труден. Дурган патистот каваёва данти. Кширайся дгарань житам дуайтлея дурган патистот каваёва данти. Говорится, что этот путь подобен хождению по лезвию битвы. То есть это очень опасно. Можно порезаться, можно упасть, можно вообще потерять все свои заслуги в духовной жизни. И в Шимат-Бхагаватан приводится другое утверждение. Там говорится, о царь, тот, кто идет по духовному пути, бхактии, тот он просто может бежать с закрытыми глазами, не боясь подкнуться, упасть или оступиться. То есть кажется, два немножко противоречащих друг другу утверждения. И как примирить их? Ачайя объясняет, что вот этот принцип вану-гатии, то есть он является очень важным в духовной жизни. Если мы принимаем руководство, то есть постепенно мы можем достичь цели, можем достичь высшего назначения на сокровенном пути бхаджана. И наш прогресс развивается очень быстро, то есть без всякого страха, то есть без всяких каких-то форс-мажорных обстоятельств. Но тот, кто не принимает руководство, соответственно, ему говорится, будь осторожен, духовный путь это подобен пути по лезвию битвы. То есть это очень опасно. И Сарабам-бладачарий он подумал, эта целяция ведет себя очень крутко и смиренно. И также он очень красив. Госпожитание он обладал танцеменной красотой. И Габинат Хачари он объяснил, что его имя Шикришна Чайтани и Саньясу он получил от одного из последователей этой Самбрадайи Кешава Барати. И тогда Батачария он засомневался, он подумал, что как это Господь Чайтания будучи в расцвете сил то есть таким юным сможет следовать строгим принципам Саньясы. То есть вообще непросто следовать таким жестким правилам Саньясы еще в юном возрасте. То есть например Баскон Саньясу не дают в таком возрасте. То есть и обычно Саньяса что такое Саньяса? Саньяса это значит путь до конца. То есть уже нельзя делать заднюю менять свою Ашру. Например у Брамачаря есть всегда запасной вариант. Можно сделать шаг назад, маневр, уйти в греха скашну, так сказать засеть в засаде. То есть нужно. Но Саньяс уже не шагу назад. То есть это знаете как на передовой на фронте. То есть ты уже должен идти до конца под обстрелом без пиквидия. То есть ты сразу выходишь поднимаешь флаг и махаешь вот он поднимает свою данку и сразу ты попадаешь под прицел всех снайперов. То есть каждый может взять под прицел. И духовная жизнь требует такого разумного подхода, правильного менеджмента. Знаете это духовная жизнь на войне. Мы находимся на войне с мая и нам надо выбрать правильную тактику ведения ночного боя. То есть занять устойчивое положение. И так как мы объявили в мае, то в мае нет выходных. В мае значит 7 часов вернее 7 дней в неделю 24 часа 365 дней в году. Поэтому эта война может быть довольно изнуряющей, довольно изматывающей. И мы должны всегда быть во всеоружии. Как раз этот момент иллюстрирует Гаджендер Мокшана Лила. Это Лила про известная Лила про слона и про крокодила, когда могучий слон попал в эту ситуацию, он не смог справиться с крокодилом, хотя слон это очень большое, могущественное живое существо, но так как он находился не в своей стихии, соответственно, проиграл этому крокодилу. и сарабаму вначале он решил дай-ка я научу философии господа этого юного саньяси, дай-ка я ему помогу в его отречении, пусть он встанет на путь монизма, то есть я его обучу правильным принципам саньясы Ашума. И его Шурин, этот Габинат Хачаев, то есть он сказал, ну ты понимаешь, дорогой Бадачаев, на самом деле тебе неведомо величие господочитания. То есть ты не понимаешь, ты вспомни, какие признаки он проявлял, да, то есть господь читания, он является, вернее, читания Махопова, он сказал, он является самым самим верховным господом. И в ответ ученики Сарабама Бадачаев, то есть они как бы немножко возразили, они сказали, ну а где же доказательства того, что на самом деле Махопова это Верховная Личность Бога. Мы постигаем истину через джаащи шинитай гулах и джаащи шинитай гулах на в джау махопова и тюрьм шинитай махопова и шинитай и мед Продолжение следует... 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 Продолжение следует...